Цены на недвижимость растут, как на дрожжах. В прошлом году рост превысил 20%. Эксперты в области утверждают, что тенденция может сохраниться, поскольку спрос по-прежнему остаётся высоким. Всё благодаря более доступным ипотечным кредитам. В этом году сумма таких займов превысила 9 миллиардов леев. Ипотечные кредиты стали более доступными, а предложений от застройщиков немного. В этом году наблюдается нехватка с данных в эксплуатацию квартир. В ближайшие два года цены точно будут на таком же уровне. Кроме того, подорожание связывает с увеличением стоимости стройматериалов на международном рынке. Большинство материалов импортируется к нам в страну. Поэтому, хочешь не хочешь, стоимость будет довольно-таки высокая и уменьшение не будет предвидеться. Соответственно, за счёт этого будет подтягиваться и вторичный рынок недвижимости. Что будет дальше, будет только видно с тем, как будет развиваться наша экономика и, в первую очередь, население нашей страны. В то же время экономический эксперт Вячеслав Ионица считает, что повышение было слишком резким. На мой взгляд, цены на рынке недвижимости будут расти не так быстро, как сейчас, увеличились на 20%. По простой причине – выросли доходы людей. В настоящее время строятся небольшие квартиры, которые становятся более доступными. В минувшие выходные в Кишинёве впервые состоялся форум, посвящённый сектору недвижимости. Власти призвали инвесторов в этой области строить и в районах, поскольку, согласно статистике, свыше 90% работ по возведению домов ведётся в столице. «Давайте попробуем немного осмотреться, чтобы увидеть, что Кишинёв намного больше. Есть пригороды, есть райцентры, которые развиваются. Давайте посмотрим немного шире на нашу страну». По данным Агентства публичных услуг, в среднем за год в стране продают около 29 тысяч квартир.